Всем привет дорогие друзья, с вами Санёк, сегодня мы с вами будем убивать Давида и Голиафа, двух уродов в игре Dying Light, то есть вернее в DLC к этой игре, The Following называется DLC, в этом дополнении вот эти два урода живут вот на таком вот островке, ребят, я вам сейчас показываю где их можно найти на карте, смотрите, это юг карты основной, да, вот если мы открываем всю карту, смотрим её вот так на север, наверх поднимаемся и вниз если спуститься, вот тут будут два островка и если ниже ещё спускаться по двум большим островкам, где живут бегуны, мы найдём вот такой маленький островок и к нему нам надо плыть, ребят, поплыли к этому острову и увидите, что эту парочку можно найти на этом самом маленьком островке, который прямо перед нами, ну а пока плывём к нему, и уже подплывая мы видим, что появляются два зомби, один маленький, а другой здоровый, издалека пока непонятно каких они размеров, но видно же, что один больше, другой меньше, уже значит один из них Голиаф, а другой поменьше, наверное, Давид, вот, такой вот остров, вот смотрите, когда мы до него уже добрались, на карте появляется, что здесь находится урод, такой вот черепок красный появляется, и мы понимаем, что да, мы нашли их, вот здесь эти два чувака находятся, и нам нужно будет сейчас их уничтожить, ребята, убивать их буду в первый раз, первый раз я сейчас добрался до них, нашёл, и вот теперь, сейчас, не знаю вообще, как с ними бороться, и насколько они мощные, как они вообще, может они меня сейчас с одного удара убьют, без понятия, взял дробовик на всякий случай, потому что знаю, что вещь очень крутая, и убивает, в принципе, всех зомбарей, очень помогает, блин, свалился аж с перепугу в воду, потому что они так резко на меня бросились, что я даже испугался, стреляю по Давиду, как видите, пока что у меня показывается только ХП Голиафа, то есть я не понимаю, сколько ХП осталось у этого мелкого, но надеюсь, что помрёт он быстрее, чем большой, подбегает ко мне, высаживаю в него вторую обойму, и всё, в принципе, да, этот сдох очень быстро, обычный, по сути, прыгун, как их мы убивали много раз, ну, как обычный, в него пришлось всадить до 10 пуль, а обычный умирает с одного-двух попаданий, ну, по сути, он не очень опасен был, это, получается, у нас просто здоровенный чувак, который бьёт сильно, но медленный, да, но в какие-то моменты он так резко ускоряется, что я прям, не знаю, как его остановить-то, заряжаю дробовик, патронов осталось мало в дроби, стараюсь с этим биться, начинаю стрелять в башку, и урон-то не особо, смотрю, проходит, если вы помните тот видос, где я дрался против плакальщика, когда мы ему сбили шлем, и потом урон пошёл хороший, то тут что-то как-то совсем плохо, в общем, я достал револьвер, уже с револьвера пытаюсь бить ему в башню, да, урончик проходит, вроде бы, урон какой-то более-менее наношу, думаю, решил остановиться я, ребят, на револьвере, смотрите-ка, он хорошо высаживает его, великолепно, да, мне кажется, даже лучше дробовика, и Глеб в какой-то момент просто стоит, думаю, ну, блин, может, я какой-то баг поймал, было бы хорошо, если бы он на меня сейчас не напал, поэтому спокойно перезаряжаюсь и стараюсь бить ему в башню, но вроде парень разогнался и летит на меня, летит, я даже забыл, что здесь обрыв, свалился, короче, какая-то лодка поплыл в панике в воде, не понимаю, куда плыть, надо вылезти и его добивать, половину хп-шек я ему уже вынес, это уже здорово, давай наверх залезем, хорошо, так, перезарядка револьвера, да, вот это вот то, что всего 6 выстрелов, и, конечно, блин, долгая перезарядка смущает, блин, ну, думаю, надо всё-таки тебя убивать, не понимаю, куда летят патроны, что-то урон какой-то не тот проходит уже, слабовато, слабовато, будем стараться, опять получил, думал упаду в воду, но упал где-то куда-то на камни, получил, конечно, от Голиафа мощный такой удар, продолжаю стрелять ему в морду, что ещё остаётся, самое слабое место, если сопоставить его с плакальщиком, то тот умирал только, когда я ему в башню стрелял, поэтому здесь нам действовать нужно так же, полицейская винтовка мне в помощь, у меня ещё тут довольно много патрончиков осталось, у противника где-то на треть хп остаётся, я думаю, сейчас мы с ним разберёмся, но, конечно же, блин, вроде, блин, я бегаю неправильно, ребят, из-за этого я получаю удары от этого парня, вроде смотришь, он медленный, да, но убежать от него можно, но нет, когда он разгоняется, он вас догоняет, пока я там разворачиваюсь, пытаюсь дать ему какие-то выстрелы, в этот момент я уже смотрю на меня, летит рука такая, и я просто улетаю в нокаут, так, ладно, аккуратно, перезарядка и стрельба, 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 перезарядка, что ещё нам остаётся, конечно же, сложность здесь вызывает то, что, ну, небольшой островок и особо нигде не побегаешь, никаких мест, где от него скрыться нету, чтобы можно было так нормально драться, но я беру уже холодное оружие, я думаю, что у меня, давайте попробуем, может быть, я неправильно действовал, ребят, может быть, на холодном оружии всё будет супер, беру, короче, супер свой топорик с уроном в 1300 и начинаю просто его месить, и в какой-то момент ему просто проходит невероятный урон, и потом он просто умирает, начинает дёргаться, электричество его потрясывает, и парень просто скопытился, сгорел и задымился, получилось очень даже неплохо, ну всё, забираем свою награду с Голиафа, забираем то, что осталось от Давида, получаем неплохое оружие, суперкрутое, я так думаю, серп бритвенной остроты, с уроном 899 по умолчанию, крутая штукенция, посмотрим, как она выглядит, вот так вот, и если вы, ребята, обратили внимание, когда мы убили Голиафа, нам дали возможность создавать предмет кровосос, здесь также лежит окраска, зигзаг для вашего багги, можете её также забрать, и всё супер, по сути, больше здесь я ничего полезного не нашёл, но на этом у меня всё, ребята, если вам видео понравилось, не забывайте поставить лайк, если интересно, подписаться на канал, с вами был Санёк, всем счастливо, всем пока, играйте в Dying Light, игра классная, стоит её проходить, советую всем, ещё раз, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok